Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета дзюдо». Здравствуйте. Сегодня гость прямого эфира Анастасия Поликарпова, известная российская спортсменка, четырехкратная чемпионка России по дзюдо, чемпионка Европы по самбо, мастер спорта международного класса. А это означает, что не только в России известная спортсменка, но и вообще в мире. Тема нашего сегодняшнего с вами интервью, Анастасия, это возвращение, так скажем, в большой спорт, на большую спортивную арену дзюдо и, возможно, самбо или самбо и, возможно, дзюдо. Но, конечно же, вначале мне хотелось бы некоторую ситуацию разъяснить, чтобы вы ее рассказали. Почему вдруг так произошло, что вы выпали из вот этой соревновательной спортивной деятельности, будучи практически на пике своей физической подготовки и понимания борьбы? И вот как так вдруг произошло? Ну, ситуация, конечно, была сложная для меня. Мне предстояло выступить на чемпионате мира в Дохе и завтра уже вылетать. И тут приходит такое сообщение о том, что меня удалили из списков именно там, Международная Федерация. Вот, сначала было непонятно, что случилось, но потом выяснилось, что я нахожусь в каком-то списке Макларена. Вот, этот список, ну, я первый раз в жизни вообще о нем услышала. Вот, начала выяснять и, как казалось потом уже, что 10 лет назад якобы у меня нашли допинг. И это скрыли. Допингом являлись капли Аринофлоймыцил. Ну, вот эти, я думаю, все знают, что такое капли Аринофлоймыцил. Вот, и в соревновательной деятельности они запрещены, а в тренировочной деятельности разрешены. Вот, то есть никакой дозы не было, что, ну, нужно же доказать, что я именно в этот день принимала их. Вот, ничего такого не было. Вот, они даже не обозначили содержание, какое у меня там. И все обвинения были предположительно предполагаемые. Ну, прям так писали мне. Вот, и вот как-то так получилось, что они меня закрыли. Вот, и потом было такое, что началось выяснение всего этого. Вот, сначала я вообще думала, что я осталась одна, что, ну, весь мир рушится под ногами. Вот, но меня очень сильно поддержали. Я пока что, наверное, не буду рассказывать полностью, кто меня поддерживал, потому что, ну, все еще, как бы, ну, все закончилось для меня. Но, не знаю, можно ли говорить эту информацию, поэтому оставим ее при себе. Но поддержка была очень большая. Вот, и мне помогли, помогла Российская Федерация. А скажите, я немного в интернете ознакомился с вот той ситуацией, которую вы сейчас нам озвучили, что практически в день вылета команды на чемпионат мира вас, как бы, сняли практически с рейса, ну, так скажем, да? Да, и в интернете фигурирует такая ссылка, что сняли за якобы пропущенный тест, допинг-тест, который вы пропустили, и в этой связи вас, как бы, сняли это нарушение условий, да, участия спортсменов, как бы, ВАДА, и оно подало вот такой вот, как бы, запрет. Вы подавали, но я так понял, что по регламенту даже ВАДА пропущенный один тест из трех, он не считается, как бы, претендентом к дисквалификации. Вообще, вы подавали какие-то иски ВАДА или там Федерация Дзюдо России, подавала ли иски о неправомерности такого решения? Ну, я думаю, это просто СМИ должно было выставить какую-то информацию, вот, и поэтому написали так, в действительности никакого флажка не было, ничего не было, все тесты я проходила своевременно, без пропусков, и, как бы, нет. Эта информация была, можно сказать, ну, нужно было что-то сказать, никто еще тогда в тот момент не знал вообще, что происходит и почему такое произошло, вот, где-то там было упомянуто, что что-то не так с допинг-тестами или еще что-то, вот, но прям, чтобы у меня был флажок, такого не было. Вообще, вот, на тот момент ваши ощущения, я так понимаю, что вы, в принципе, были, наверное, претенденткой на попадание, ну, может быть, не получение титула чемпионки мира, но попадание в призовой, так сказать, пьедестал, вы были готовы. На мой взгляд, вот, по вашим, так сказать, соревновательным выступлениям, вы были в достаточно хорошей форме. Как вы, вот, для себя восприняли вот эту ситуацию? Ну, естественно, я туда ехала за медалями, как и обычно, едешь на соревнования. Прошлый чемпионат мира я боролась, ну, достаточно-таки неплохо, вот, и на протяжении всего этого времени я выигрывала ведущих спортсменов, как бы, ну, и олимпийских чемпионов, и призеров чемпионатов мира. И, конечно же, предолимпийский вот этот вот год, это самый важный год, и у меня, в принципе, был хороший такой запас для того, чтобы можно было отобраться на, набрать баллы на олимпийские игры. Вот, и когда, естественно, когда я все это узнаю, тут уже практически финишная прямая, и у меня такое то, что все, ну, сейчас все это решится, вот-вот-вот решится, и я все-таки еще успею, и попаду, как бы, ну, на олимпийские игры, наберу количество баллов необходимое и поеду. Ну, к сожалению, все это затянулось по непонятным на том причинам, я даже не знаю, до сих пор это все не выяснено, почему только они ответили спустя 8 месяцев, вот, мне вообще, пока что эта ситуация мне вообще непонятна, и я думаю, что навряд ли когда-нибудь я до конца разберусь в этом вопросе, пока что вот так вот. Вот для любого спортсмена, конечно же, вот такие дисквалификации и пропуски таких основных стартов, тем более практически там за, вот на прямой, да, такой, к олимпийским играм, это мечта каждого спортсмена, вид спорта, которого входит в олимпийскую программу. Ну, два чемпионата мира вы пропустили, да, в Дохе и в Катаре, олимпийские игры пропущены, чемпионат Европы под дзюдо пропущены, гранд-шлемы, мастерсы и так далее. И вот, ну, наверное, у многих бы опустились руки и сказали бы, да, ну, вообще это все безобразие, буду-ка я заниматься чем-то другим, вообще далеким от спорта. Но мы с вами уже встречались в прямом интервью, и я-то знаю, может быть, кто-то не знает из наших зрителей, кто посмотрит, что у вас руки не опустились, и вы, несмотря ни на что, начали активную деятельность тоже в спорте, но начали развитие своего собственного клуба дзюдо. И не только дзюдо, а вообще единоборство клуба дзюдо-самбо. Вот это все, это как у вас, типа, как лекарство для реабилитации было, чтобы как-то держать себя в тонусе, чтобы, зная, что вы вернетесь через год? Знаете, изначально у меня была цель Олимпиада, после у меня была цель это открыть что-то свое, свой клуб, для того, чтобы дать возможность детишкам развиваться, и именно под моим руководством. У меня много, как это сказать, много записей, ну, которые я лично как бы разрабатывала, именно как и что нужно делать для того, чтобы достичь определенного уровня. Вот. И это все было на теории, как бы, и мне хотелось все это практически попробовать. И поэтому, когда не получилось выполнить свои, точнее, достичь той цели, которая у меня стояла в первую очередь, я решила не откладывать на потом то, что у меня стояло за этой целью. И буквально третьего числа мне пришло, что я, ну, что меня не допускают на чемпионат мира, что, возможно, что временное отстранение, возможно, дисквалификация. И спустя 12 дней я уже нашла помещение, в котором я могла бы исполнить свой второй план. Вот. И действительно, если бы не этот зал, я не знаю, как бы мне удалось преодолеть то, что случилось со мной. Этот год достаточно активно вы занимались развитием своего клуба. Он называется клуб единоборств «Волк», да? Если вот я помню точно. Да, да, да. И сегодня этот клуб уже достаточно хорошо себя, так сказать, наверное, на мой взгляд, чувствует, потому что видно, что вы вкладываете много энергии своей, вот в течение года он развивается. И я хочу вот спросить у вас, вы сейчас вернулись в большой спорт или, по крайней мере, сделали первый шаг возврата? Вот. Вот. Совмещать тренировочную деятельность как педагог, тренер и мысли о том, что вы все-таки вернетесь в большой спорт и как-то себя поддерживать в тонусе. Как вы это все совмещали? Поначалу было очень сложно, потому что мне нужно было не только тренировать детишек, но тренироваться еще самой, не выпадать из вот этой вот обоймы, постоянно держать себя в форме, потому что вот-вот вдруг вот произойдет чудо, и меня выпустят, и я уже должна быть в форме, чтобы бороться и выступать на международном уровне. Поэтому не было такого, что можно было расслабиться. Даже спустя уже 8 месяцев, я уже думала вот-вот сейчас, считала уже турниры, на которых можно было бы получить необходимые для меня очки, чтобы отобраться на Олимпийские игры. И в принципе потом уже все как-то пошло по накатанной, то есть просто уже автоматический режим включился, и как бы без всяких мыслей я знала, что мне нужно работать и здесь, и работать и в своем клубе. И поэтому никаких мыслей других вообще не было, чтобы сдаться, чтобы, например, как-то дать себе слабину, потому что я знала, что этот год будет очень сложный, я настраивалась на это, готовилась. И в принципе я скажу, что у меня неплохо получилось, клуб сейчас развивается, у меня сейчас создается такая команда, на которую я уже могу рассчитывать. Если вдруг, например, у меня будут какие-то соревнования, я уже могу заменить тренером, которому я доверяю своих детей. И поэтому вот те соревнования, которые прошли в субботу, позавчера, это такая маленькая, наверное, проверка себя, потому что год я не выступала на соревнованиях, даже побольше. Вот, и я думала, сейчас все, как бы соберусь со всеми силами и попробую себя еще раз. Получилось довольно-таки неплохо, я поняла на этих соревнованиях, что у меня еще есть огромный запас для того, чтобы мне продолжать борьбу, и все-таки нужно возвращаться, потому что, ну, почему бы и нет? Если я могу, если у меня есть желание, силы, почему бы нет? Анастасия, вы сейчас немножко, как бы, опередили ответ на вопрос, который я хотел задать. Это возврат в соревновательную деятельность. Вот буквально, да, несколько дней назад вы вернулись с первого после, вот, так сказать, паузы, да, своей соревновательной турнира. И немножко, конечно, расскажите, что это за турнир был, как вам, как вы к нему готовились, и ваши вот эти первые ощущения от долгого, так сказать, застоя в соревновательной деятельности? Ну, полностью соревнования, давайте я не буду называть, как они там назывались, потому что, мало ли, у нас там, ну, как бы, в будущем мне предстоит еще бороться на международном уровне, поэтому не будем оглашать, что это были соревнования какие, но это, ну, все российские соревнования, вот. Поехала я туда, ну, можно сказать, не то, чтобы прям вот в форме, я не люблю бороться выходить на арену без, без своей формы, в той, которая хотя бы минимальной, вот. И в голове у меня было такое то, что, ну, я как бы, да, я тренировалась, постоянно все не бросала, спорт, но я тренировалась совсем с другим настроем, то есть у меня не было цели, потому что не было понятно, насколько меня отстранят. У меня было временное отстранение, они хотели у меня забрать 10 лет моей спортивной карьеры вообще, еще сдать два года еще плюс, и поэтому неизвестно было вообще, что будет, и поэтому сложно тренироваться без цели, сложно просыпаться утром и идти на тренировку, когда ты понимаешь, а зачем, в принципе, зачем мне это все нужно. У меня есть то дело, которым я всегда хотела заниматься всю жизнь, планировала, это мой клуб, там дела идут хорошо, детишкам нравится, их уже становится достаточно много, нужно там работать, и можно там работать, и еще больше развивать, еще больше идти вперед. Вот, но все-таки я люблю дзюдо, я люблю борьбу, и, наверное, я даже, не знаю, когда мне будет и 50, и 60 лет, я все равно буду ходить в зал, и, ну, уже для себя непосредственно тренироваться. И это большой плюс для меня, как для тренера, потому что я вижу, чувствую, знаю, то есть у меня, вот я борюсь на соревнованиях, да, я уже могу какие-то свои ошибки исключить и перенести их к детям. Вот, и когда ты просто тренируешь, это хорошо, есть тренеры, которые просто тренируют, там развиваются как-то, а у меня еще проще, я и тренирую, и непосредственно уже на опыте, на собственном опыте занимаюсь этим делом. Вот как вы, вернемся немножко опять вот к этому соревнованию прошедшему, вообще, вы вот почувствовали внутри вот такую новую искру, что я еще могу, еще есть большой потенциал, и, в принципе, насколько легко вы прошли этот турнир? Знаете, я рассчитывала, что после соревнований у меня будет прям все, я думаю, я сейчас выиграю, у меня будет огромное желание, что все, вот, я возвращаюсь с тем же настроем, у меня будет вот реально искра какая-то промелькнет, но ожидание, наверное, знаете, просто чем сложнее победа, тем она слаще, а тут получилось так, что я очень настроилась и выходила туда биться прям вот как будто бы я выступаю на чемпионате мира, и схватки получились очень легкие, и это золото, которое я завоевала, оно было не настолько сладким, как я планировала, как бы мне хотелось, вот, но это неплохо, потому что, опять же, тут я понимаю то, что у меня еще огромный запас для действительно серьезных соревнований, вот, эти соревнования были больше как проверка, и больше как напомнить себе о том, что те ощущения, которые могут быть перед соревнованиями, но, опять же, по полной, в полной мере мне не получилось включиться, потому что я не чувствовала никакого, ну, переживаний не было таких, ну, знаете, всегда есть, когда выходишь на арену, какое-то волнение, вот, предсоревновательный такой мандраж, но его не было, потому что, может быть, где-то подсознательно, когда ты приезжаешь на соревнования, ты понимаешь, что твой уровень выше уровня спортсменок, который там участвует, и тебе спокойно, у меня, наверное, вот это вот осталось, как вот было раньше, оценивала ситуацию, наверное, так же вот моя голова сработала, и просто я поборолась, просто как день борьбы, и ничего сложного для меня не случилось, хотя мне хотелось бы, чтобы была такая проверка, задача, чтобы прям вот, как сказать, чтобы было прям сложно. Анастасия, продолжение выхода на соревновательное татами, Вы пойдете вновь по такому пути, как в свое время Александр Михайлин прошел, вновь в чемпионат Москвы отобраться на Россию, вновь в чемпионат России, попадание в сборную и попробовать отобраться на Олимпийские игры Лос-Анджелес в 2028 год. Знаете, у меня сейчас, как бы, ну, да, в голове много целей и желаний, как бы, и я не могу сейчас прям сказать то, что у меня есть настрой на Олимпийские игры еще раз, вот эти вот четыре года, вот этот вот цикл, никто не знает, что будет завтра, и в голове, конечно, где-то подсознательно ты мечтаешь об этом, мне кажется, любой спортсмен, любой тренер даже мечтает об Олимпиаде, вот, и сейчас у меня задача просто делать свою работу так же, как я делала ее раньше. Все. Да, есть цели, есть мечты, желания, но, наверное, раньше, ну, вот, когда все это произошло, это не то, чтобы я совершила ошибку, но я прям вот полностью посвятила себя только спорту, и у меня была цель только Олимпиада, вот, и мне было очень сложно пережить вот эту вот ситуацию, когда все это произошло, нужно было все-таки как-то попроще ко всему этому относиться, вот, и сейчас я просто решила для себя то, что я буду просто делать свое дело, а там как получится. Да, такие же цели, просто я не смогу выйти, например, на ковер, на тот же чемпионат России без формы. Я понимаю, что в голове я чемпион, и как я могу проиграть? Ну, то есть зрители, зрители ваши болельщики, те, кто, тем, кому нравится ваша борьба, могут увидеть вас и на чемпионате Москвы, и на чемпионате России вот в этом году? 90% того, что да. Если все сложится так, как я запланировала, то я буду выступать на чемпионате России. Да, я сказал чемпионат Москвы, я просто не знаю, как сейчас регламент чемпионата Москвы, вроде бы в августе, да, что-то такое планируется, но у вас есть допуск сразу участия, вы можете на чемпионате России участвовать без прохождения чемпионата Москвы? Нет, вот те соревнования, которые были в прошлые выходные, этот чемпион едет туда, отбирается. А, чемпион отбирается на чемпионат России. Да. У меня есть путевка, я ее заслужила, как бы, ну, не нужны какие-то допуски и все остальное. Я официально могу ехать на чемпионат России. Вы также продолжаете выступать и представлять на внутрироссийской арене Москву, да? Или еще какой-то регион вы представляете, кроме Москвы? Нет, только Москву и только школу САМП-70. А кто сейчас, как тренер, вот именно вас ведет по соревновательной деятельности? Фунчиков Павел Владимирович. Вот мы с ним сейчас общаемся, он меня очень поддерживает. Он меня вытаскивает из вот этой вот ситуации всеми силами, которые мне нравятся, которые мне не нравятся. Но я прекрасно понимаю, что это нужно. Так, как он делает сейчас, как бы, как он меня настраивает, как он не дает мне возможности опустить руки. Вот, это, конечно, большое спасибо ему. Да и вообще, ну, как бы, это тот тренер, который за всю мою спортивную карьеру, наверное, единственный, не побоюсь этого слова, не обидев никого из своих тренеров, которые у меня были, которому я доверяю на все 150 процентов. Анастасия, как вот сейчас Федерация дзюдо России с вами вопрос обсуждала ли уже, или был ли разговор о том, что из тренерского штаба, что Анастасия, вот закончился у вас период, как бы, запрета на соревнования. Но мы всегда рады вас вновь видеть в сборной и что-то в таком духе. Да, конечно. Сразу же, как все это закончилось, ко мне начали звонить из сборной и тренеры, и, как бы, ну, и приглашать на сбор. Мне нужно было, там, отбороться на соревнованиях, чтобы меня включили обратно в списки сборной. Я, как бы, в списках сборной, но, там, где-то, как бы, вот, за ними, вот, и мне сказали, что давай, все, вот, отборемся на соревнованиях и вновь в сборную, вот. И они, как бы, идут на уступки, они всегда поддерживают. Это просто для меня большая мотивация. И я вижу, что они верят в меня, все еще верят в то, что я смогу вернуться, ну, в ту форму, в той, в которой я была, на те же соревнования. Вот, и за это им тоже большое спасибо, и Федерация Дюдо России, это просто, вот, ну, очень-очень сильно поддерживают. Отдельно по фамилиям я тоже не буду называть, как бы, все те люди, которые мне помогали, им отдельная благодарность, и в личных сообщениях я уже их поблагодарила, и еще раз им большое спасибо. Ну что, вы уже, как бы, сказали, что особо сейчас немножко изменили свое видение, как бы, спортивной карьеры, если раньше вы немножко как-то переживали, а сейчас вы решили, что вот, ну, вот, как будет, так будет, вот, делаю то, что я делаю, и иду вперед. Ну, все же, мечта осталась, мечта чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры. Внутри еще вы та же Анастасия Поликарпова, которая четыре раза становилась чемпионкой России, и, в принципе, ну, такая лидер команды. Чемпионат Европы, чемпионат мира. Больше про Олимпиаду я, честно говоря, не могу сказать сейчас. Просто чемпионат Европы и чемпионат мира, все. А там как получится, потому что, ну, планировать Олимпиаду, это будет уже какой-то год, это мне будет уже 34 года. Вот, да, конечно, люди борются и больше, там, Монтейра там в 38 Европу выиграла, сейчас на Олимпиаду едет, как бы это все. Но поживем, увидим. Но чемпионат Европы и чемпионат мира у меня стоит как бы в кружочке. Ваши дети, воспитанники вашего клуба «Единоборств Волк», вообще, как восприняли вот это ваше участие после перерыва, как вот они радовались, вы приехали, показали медаль. Как они восприняли вот то, что наш шеф вернулся, как говорится, с радостной новостью? Ну, этого еще не было, потому что это только было позавчера, тренировка у нас завтра. Я приеду, покажу медаль детишкам. Я думаю, что они будут, ну, не то чтобы в восторге, им будет приятно, наверное, осознавать. Они и так все смотрят мою борьбу на ютубе. Вот, ну, родители уже, конечно, поддержали. И у нас сложилась уже такая команда, прям сильная, я бы сказала, за вот этот период времени, сколько прошло, 9 месяцев, как клуб открылся. Родители, конечно, просто вообще, они настолько поддерживают и мотивируют меня, что мне хочется делать еще больше. Вот, и когда, ну, я скинула фотографию в нашу группу, там просто все начали писать, поздравлять, ну, много приятных очень было слов. Вот, и это, конечно, многого стоит, вот, и для меня это очень дорого. Я вначале сказал, что вы и чемпионка Европы по самбо. Как обстоит дело с самбо? Не хотите ли попробовать себя, может быть, и в самбо чемпионкой мира стать? А может быть, даже и участницей первых олимпийских игр по самбо? Да, кстати, вот сейчас вы мне дали идею для моих целей и для мечты, наверное. Да, по самбо я буду бороться. Это как бы, ну, я и раньше, в принципе, иногда заглядывала туда в гости, вот, побороться. И сейчас, да, у меня есть планы на следующий чемпионат России выступить там, естественно, ниже финала. И там уже, конечно, золотая медаль, как и обычно. Я еду на соревнования и предполагаю, что у меня будет только золотая медаль. Бьюсь только ради золота. Вот, в планах такое есть. Да, и сначала чемпионат России по дзюдо, потом чемпионат России по самбо. Ну, все начинаем с нуля, как бы, все заново. Хорошо, Анастасия, ну вот, подводя итог, конечно же, не, вот на моей памяти, нету спортсменов и спортсменок в дзюдо в Российской Федерации, которые бы вот попадали бы в такую ситуацию, в которую попали вы. Не знаю, может быть, конечно, я не совсем точно смотрел информацию, где-то в средствах массовой информации на этот счет. Но вот понятно, что в такую ситуацию может попасть каждый. Вот какие-то, исходя из вашего опыта, вот по своим ощущениям, что бы вы могли рекомендовать спортсменам, которые, может быть, попадут в такую же ситуацию? Что им делать и как себя вести в плане, ну, как говорится, не упасть в обморок, так скажем в кавычках? Ой, знаете, это для меня как страшный сон вспоминать вот это вот еще, все, что было. Я думаю, что переключение и переключение на новые цели и постановка других задач – самый лучший способ выйти из любой, не только из этой ситуации, из любой критической ситуации поможет только переключение. Поэтому я рекомендую, если вдруг, не дай бог, случится с кем-то подобная ситуация, не опускать руки, как бы тебе плохо не было, вставать утром с кровати и все-таки идти за своими целями, к своим целям, неважно, как ты двигаешься, медленно, быстро, но просто нужно идти. Нельзя останавливаться, потому что если ты остановишься, это все, ты опустишь руки, и потом тебя, я не знаю, что может спасти, потому что это такая ситуация критическая, ну, лично для меня. Конечно, есть ситуации и посложнее, и намного сложнее как бы в жизни вообще у людей, но все-таки это все равно стресс для организма, да и вообще для тебя, и для психики твоей. Самое главное – переключаться, ставить новые задачи и двигаться вперед. Анастасия, спасибо вам за откровенный разговор. Я надеюсь, что те, кто нас посмотрит на YouTube-канале «Планета дзюдо», что-то новое подчеркнут для себя лично о вас, как о личности, возможно, воспримут ваш вот такие посыл, как себя держать в бодрости духа, да. Может кто-то даже и обратится к вам за консультацией по этому вопросу. Всегда надо помочь. Спасибо вам. От себя лично желаю вам, конечно, реализации всех ваших мечт, которые у вас есть, это развитие клуба и спортивной деятельности. Так что с возвращением на спортивную арену для многих, я уверен, болельщиков дзюдо и самбо – это хорошее событие, хорошая новость, которая, в принципе, чем больше хороших новостей будет в мире спорта и вообще в нашей жизни, тем лучше. Они позитивны всегда, эмоциональны, они деструктивны. Поэтому я за позитивное настроение. И увидимся с вами в вашем клубе и в дальнейших наших интервью. Спасибо большое. Я очень рада была с вами пообщаться. Вы делаете огромное дело. Во-первых, как для самих спортсменов, так и для тех, кто смотрит подобные видео, потому что это может стать большой мотивацией. И тем людям, которые хотели бы хоть немножко окунуться в мир спорта, они будут видеть, как здесь действительно.